Впервые подобное мероприятие «Форум школы добрососедства» было проведено пять лет назад при содействии Общественной палаты Московской области. Такие уроки проводятся на регулярной основе в различных муниципальных образованиях. Как показала практика, подобные мероприятия очень востребованы и вызывают большой интерес среди населения. Мы начали проводить эти мероприятия с тремя категориями людей – со школьниками, с педагогами и с жителями. Муниципальных образований Московской области. И каждый раз они вызывали неподдельный интерес, особенно у школьников и педагогов. Потому что многие вопросы, которые мы обсуждаем в кулуарах, на кухне и прочее, вызывают вопросы, но на них нет ответа. Здесь появляется возможность получить ответы на вопросы, скажем так, философского характера. Что есть жизнь, что есть смерть, что есть жизнь человека после смерти и так далее. Это первая такая цель этих мероприятий. Вторая цель – это сплочение людей, которые живут рядом. Потому что очень многие, живя рядом, являются приверженцами различных вероучений. На сегодняшний день на территории Московской области официально зарегистрировано 1646 религиозных организаций, которые принадлежат 21 конфессии. И вот такое огромное количество этих религиозных организаций, самый разный их спектр, он нас ведет к тому, что мы должны разъяснять людям и показывать, что у нас за религии, кому люди молятся, что это такое. Потому что, когда человек не знает, он этого боится. И вот для того, чтобы этот страх развеять, мы и проводим такие мероприятия. И если говорить в целом, то мы все-таки приглашаем представителей трех основных мировых религий – христианства, в данном случае русской православной церкви, ислама и иудаизма. Но сегодня у нас будет два, потому что, к сожалению, раввин местной еврейской организации у нас приболел. Поэтому сегодня мы ограничимся двумя представителями – русской православной церкви и духовного управления мусульман Московской области. В Дмитрове такое мероприятие проходит впервые. С учениками 11-го класса среднеобщеобразовательной школы номер один имени Кузнецова пообщались настоятели храма всех святых отец Петр, который рассказал ребятам о христианстве. Христианство – это религия любви. Любви, конечно, не плоской, а любви духовной. Потому что две главные заповеди христианства – это любить ближнего и любить Бога. Сам Господь Иисус Христос нам показал пример любви к ближнему, распяшившись на кресте за все человечество. И, соответственно, он уже и говорил, нет высшей любви, если человек в свою жизнь не отдаст за другие силы. Гости урока отвечали на вопросы детей по очереди. О мусульманстве ребятам рассказал председатель местной религиозной организации «Мусульман» Ренат Хазрат Якубов. Мы провели небольшое исследование на часто задаваемые вопросы. И одни из них мы хотим задать вам. Можно ли в вашей религии молить Всевышнего об отомщении? Если да, то является ли это грехом? И какая позиция на этот счет вообще у вашей конфессии? А то, что отомщение есть око за око, да, глаз за глаз, то, что есть, как бы скажем, однозначное наказание Всевышнему тоже есть, когда человек относится, это же относится к человечеству, относится к одному другому, в какой-то мере Всевышний Господь тоже ему это же. То есть, если мы желаем другому плохо, это плохо, или это желание тоже может возразиться тебе же. То есть, не рой яму другому, чужому, сам же попадешь в эту же яму, скажем, да, вот такое, скажем, да, есть объяснение. То есть, человек должен быть в мире, если взять, например, ислам, если мы здороваемся, ассаляму алейкум, значит, мы хотим мира, да, мир, мир вашему дому, мир тебе, ты говоришь, алейкум ассалям, тебе тоже мир. То есть, это, конечно, призывает ислам к миру. В этот день от учеников 11 класса также прозвучал актуальный вопрос на тему войн. Война – это зло. Убивать человека – это плохо. И есть одна из десяти заповедных доколок, где говорится, что не убей. Вот, в принципе, можно было бы на этом и оставиться, но мы с вами знаем, что в истории есть войны, которые можно охарактеризовать как справедливые, которые вынужденные войны. Для примера, ну, самый яркий пример – это Великой Отечественной война, которую мы можем со стороны Советского Союза назвать именно справедливой, вынужденной, которая, ну, как бы так, опять же, условно, скажем, война добра со злом. Ну, и вот проявление любви в этой войне, кстати, также имело место, потому что многие жертвовали собой ради и с однополчан, и вообще мира на земле. Как отметил Виталий Замарахин, дети – самые замечательные и любопытные слушатели. Если будет интерес к мероприятию форум «Школа добрососедства», то при содействии Общественной палаты Дмитровского городского округа в муниципалитете обязательно проведут еще подобные уроки. Продолжение следует...